С помощью такого биочипа можно будет зачитанные часы определить наличие онкологического заболевания. Причем это будет услуга для всех, а не только для какой-то отдельной категории пациентов. Рассказывает один из разработчиков, заведующий инновационным отделом медицинской академии Святослав Зиновьев. Сейчас подобный тест стоит около 4000 рублей, а в перспективе около 100 рублей. Причем, возможно, это станет благодаря господдержке, ему сказали да на заседании комиссии фонда пассивных инвестиций региона. Без такой поддержки реализовать проект практически невозможно. Много езжу по регионам Приворско-федерального округа, и во многих регионах, когда я рассказываю о нашей инфраструктуре, все очень удивляются, что на самом деле так здорово у вас все создано. Например, тот же самый Лежгородский венчурный фонд, слава богу, он не требует с нас знания детальной экономики, он не будет требовать с меня, как с владельца компании, того, чтобы я продавал свои разработки, чтобы я разбирался в маркетинге. Они все это берут на себя. Я могу заниматься своим делом любимым, то есть заниматься наукой. Таким образом удается удержать проекты у себя не только в регионе, но и в стране. У продукта нет аналогов как на российском, так и на международном рынке. Но благодаря помощи в его реализации искать инвесторов на стране не приходится. Этот проект уже готов к реализации в самое ближайшее время. Причем, исходя из практики, уже в ближайшие годы он не только поможет людям, но и начнет приносить прибыль и выйдет на самоокупаемость. В этом уверен региональный министр поддержки предпринимательства Денис Лабуза. Это действительно прорывные вещи, которые сегодня очень нужны и востребованы. И не зря они говорят, что вот в следующем году начинается выпуск, а к концу года уже ожидается окупаемость этого проекта. Вот сегодня работа бизнес-инкубаторов именно в инновационной сфере, Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор, посевной венчурный фонд, который действительно признан одним из лучших возвратов. В День инвестора здесь представили 10 проектов, которые сделают жизнь нижегородцев более комфортной. Перед тем, как, например, биочип внедрят в жизнь, его идеи детально проработают. Помогут с бизнес-планом и финансовыми документами. Наладить выпуск биочипов планируют уже в этом году. Антон Ганин, Михаил Горняков. Объективно.